...культуры Витовской районной государственной администрации Сергей Николаевич Головов. А рядом директор Витовского районного организационно-методического центра Катерина Александровна Мирзаяна. Какие мероприятия вы представляете на последний период? Это можно уже на летний организовывать? У нас в Витовском районе есть целый цикл различных культурно-массовых мероприятий, которые распланированы на определенный период. Это год, квартал, месяц и неделю. Хотелось бы отметить такие знаковые мероприятия, которые проходят у нас непосредственно в Витовском районе. Сам Витовский район, он относится к районам Николаевской области. У нас в Николаевской области есть 19 районов, и один из них это Витовский. Раньше он назывался Жавкневый. И вот этот Витовский Жавкневый район является самым большим по территории района Николаевской области. И вот этими знаками мероприятий, которые проходят у нас в районе, являются, скажем, различные социокультурные акции, фестивали и конкурсов. Ну, о которых хотелось бы сказать. Это фестиваль талантливой молодежи «Засильские зори». У нас есть село Первомайское, рядом с ним Засилье. И вот уже 12 лет подряд в Первомайске, в этом поселке городского типа, проходит этот фестиваль «Засильский зори». Он носит характер открытого районного фестиваля. Мы участвовать к нему приглашаем различные коллективы всех направлений. Хореографические, вокальные, театральные, инструментальные. Не только из своего Витовского района, но еще и приглашаем вот тех самых ярких звездочек, которые выходили из нашего Витовского района. И сейчас, скажем, учатся в Одесской национальной музыкальной академии Юлии Неждановой, в Киевской музыкальной академии имени Чайковского, в Донецкой консерватории. То есть вот в таких вот учреждениях, которые уже, может быть, работают в театре. И вот мы их приглашаем в качестве определенного мастер-класса, и они показывают вот такое вот замечательное мероприятие. Вот на него выделяется определенная сумма денег на организацию, проведение. Мы устанавливаем большую сцену, подобную, такую, как становятся на День города. Мы привозим туда коллективы, обеспечиваем транспортом, мы ищем средства по поводу подарков. Это все за счет средств и денег Витовского местного бюджета и за счет сконскорских денег. Следующим знаковым мероприятием, которое у нас проходит, это можно отметить ежегодную социокультурную акцию ко Дню музыки. С какого и по какой период это происходит? Засильские золи происходят традиционно уже на протяжении 12 лет в первую субботу июля. Дата не меняется уже на протяжении 12 лет. Второе знаковое мероприятие – это социокультурная акция, посвященная Международному дню музыки. Витовский район ее проводят уже на протяжении нескольких лет. Вот как мы и пришли с Катериной Александровной руководить в район, в Николаевском областном художественном музее имени Верещагина. Мы привлекаем туда все наши три музыкальные школы, которые находятся в районе. Семь филиалов этих музыкальных школ. В этом мероприятии участвуют как дети, так и педагоги. Мы показываем концертные номера, которые стали победителями различных международных, всеукраинских, региональных, областных конкурсов и фестивалей. То есть это такая своеобразная сборная солянка самых ярких, самых разнообразных музыкальных именно произведений и номеров. И специфика этого мероприятия состоит в том, что именно это мероприятие мы проводим в рамках акустического системы. То есть мы не используем звука... А что такое акустическая система? Мы не используем звука, усиливающую аппаратуру и фонограмму. То есть живое исполнение рояля, голоса и музыкальных инструментов. Катина Александровна, какие у нас еще есть знаковые мероприятия? Прям знаковые знаковые, но есть баросток, фестиваль большой, очень большой. Там, правда, есть немножко политические игры, и нас туда пока в этом году не допускают. И нет, другое. Потом у нас есть еще... У нас много акций не знаковых. У нас много акций в течение года. Эти, которые ближайшие. Ближайшие я могла рассказать о ближайшей акции, которая будет проходить 21 мая в областном музее имени Ворещагина, в Витальне, Витальне по-русски. В гостиной. В гостиной музея. Значит, это мероприятие мы задумали, мы задумали Сергеем Николаевичем как некая такая нетрадиционная форма концерта, точнее форма концерта традиционная, нетрадиционные исполнители. Это педагоги музыкальных школ нашего района. Оксана Сергея Николаевича, у нас три музыкальные школы. Это Калиновская музыкальная школа, Первомайская, нет, говори. Полигоновская музыкальная школа и Мешково-Погореловская музыкальная школа. Да. Педагоги этих школ и филиалов этих школ будут выступать в музее и показывать свое мастерство. Я думаю, что детям будет интересно посмотреть на то, как их педагоги передают свои знания через музыку. И отматывая назад события, хочу сказать, что художественно-эстетическое воспитание детей – это нормальная сфера, в которой должен развиваться ребенок, независимо от того, его считают талантливым или неталантливым. То есть, в принципе, таких понятий нет – талантливый, неталантливый. Нормальная сфера развития ребенка – это художественно-эстетическое воспитание. Смотрите, если в школе мы развиваем рациональную сторону, допустим, нашего мозга, это математика, физика, химия, в основном, даже история заключает в себе такую задачу, как запоминание событий и дат, то развитие эмоциональности, развитие отзывчивости, развитие, как сейчас принято говорить, эмоционального интеллекта не затрагивается абсолютно. Это происходит именно в художественно-эстетическом воспитании. Это музыкальные школы, это кружки, вышивание, рисование, пение, хореография и так далее. Так вот, дети, которые будут смотреть выступления своих педагогов, они увидят их совсем с другой стороны, дети своих педагогов. Потому что одно дело педагог на уроке как такой, знаете, назидатель, учитель, ведущий, а другое дело, когда педагог сидит за инструментом, и когда ребёнок видит те чувства, те эмоции, даже то волнение, которое присуще исполнителю. И я думаю, что вот такая вот наблюдательность, такой вот момент введения середины души своего педагога, что это для детей будет ещё одним кирпичиком в строительстве и будущего какого-то художественно-эстетического образования. И это то, что сблизит педагога и ученика. Какие-то литературные или поэтические мероприятия по мере? Расскажи про Франка Фест и расскажи про... со сказкой, помнишь, мы уже собирались и делались? Да, вот совершенно недавно, в 2016 году, к 165-летию со дня рождения Ивана Яковича Франка, мы в Витовском районе делали открытую социокультурную акцию, литературно-поэтический конкурс под названием «Витовский Франк Фест». Мы его проводили в здании Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий. Это в простонародье ЗАГС. В качестве жюри мы пригласили именитых мастеров своего дела. Это был Дмитрий Дмитрович Кремень, это был народный артист Украины Астафичук Василий Георгиевич, это была ведущая актриса Николаевского художественного русского драматического театра Губова Галина Михайловна, это был заслуженный артист Украины Александр Сычок. И вот перед этими мастерами своего дела наши витовские чтецы показывали свое мастерство. Тематика была разноплановая, разножанровая. Несмотря на то, что канон это было 165-летие Ивана Франка, но мы слышали и патриотические произведения, и юмористические, и сатирические, и лирические различных форм и направлений. И мы в рамках программы развития культуры витовскому району на каждое такое свое мероприятие закладывается определенная сумма денег, которая тратится на транспортировку артистов, ну, участников художественной самодеятельности, на подарки им как участникам. Кто в это все вкладывает деньги? Откуда берете средства? Средства берутся за счет, ну, в основном двух источников. Это районный бюджет, витовский район, и те средства, которые спонсоры, меценаты, депутаты, которые мы привлекаем дополнительно. Также вот в рамках литературно-поэтических таких вот акций мы делали в 2016 году в витовском районе очень непопулярную и нетрадиционную, вот в широком таком понимании смысле, литературно-поэтический конкурс поэтов-аматоров. То есть не витовский франкет, где детки просто красиво, художественно читают свои стихотворения, выученные, а именно у нас в районе есть литературно-поэтическое аматорское объединение «Город Свит», куда входят люди разных возрастов и которые пишут свои стихотворения, пишут прозу. Это объединение «Город Свит» базируется на базе полигоновского дома культуры в селе Полигон, Витовского района. И вот в августе месяце, к 2016 года, к 25-й годочной независимости Украины мы решили сделать вот такую литературно-поэтическую акцию, конкурс, чтобы наши местные поэты могли презентовать свои творы, произведения. Мы создали тоже организационный комитет, мы создали профессиональное жюри. Кто был в составе? В составе жюри входили как отдел культуры, Витовский районно-методический центр, так и наши местные поэты Дмитрия Дмитриевич Кремень и, кажется, Кочурин. Да, Вячеслав Тимофеевич Кочурин, это член союза писателей Украины, России, заслуженный работник культуры. И мы, конечно, еще раз открыли для себя наших же людей с необычайной стороны. Проходил конкурс, как отбирались произведения, работала жюри, отбирала произведения, и было интернет-голосование. Мы выставляли, оформляли стихотворение какую-то раночку, красивую шуфоном, выставляли в Фейсбуке, и абсолютно любой человек, не только житель нашего района, абсолютно любой человек, который видел это стихотворение, мог оценить, прочитать, оценить и проголосовать. И вот у нас была номинация «Лучшее приз зрительских симпатий». Да, приз зрительских симпатий. Это то стихотворение, которое набрало больше лайков. Такое у нас нововведение. И тоже мы вместе с газетой районной «Вистик Жопнемщины» нашли средства, и за первое место было вручено денежную сумму в размере полтысячи гривен, за второе место — 400 гривен, и за третье место — 300 гривен. И «Приз зрительских симпатий» — это был набор флеш-карточек памяти, ну и грамоты, безусловно, дипломы и цепи. Вот это что литературно-поэтических наших касается направлений. Можно рассказать про акцию «Подари Мрия». Да. «Подари, да ты не Мрия». Да? Вот в 2000... Давай я начну. Знаешь, немножечко разбавлю педагогикой, так чтобы повеселей. Хочу сказать, что, опять же, музыкальное, художественное образование — это те двери, в которые ребёнок во взрослой жизни сможет уйти от проблем, от тяжёлых ситуаций в жизни. То есть это своего рода, по Фрейду, это сублимация. Ну, я не знаю, писать это или не писать, это перевод, допустим, сексуальной энергии в творческую. Вот это сублимация. И если ещё это в лет 100-200 назад, когда вот уже у Фрейд считались психические расстройства, это следствие того, что человек не мог применить свою вот эту внутреннюю энергию, да, то в свете художественно-эстетического воспитания мы видим этот выход. То есть мы с детства учим ребёнка, ну, не от сексуальной энергии, да, её переводить, а энергия, допустим, саморазрушающаяся какая-то энергия, да, которая, это гнев, это злость, это зависть, обиды. Переводить это всё в творческое. Да, переводить это всё в русло творческое. И через игру на фортепиано, через вокализацию, через танец, через рисование картин уходить от вот этих разрушительных эмоций. И очень важно дать именно этот путь, потому что некоторые люди уходят в пьянство, в алкологизм, наркоманию и так далее. Вот. И вот в связи с этим у нас в районе была объявлена акция «Подари ребёнку мечту, подаруй даты не мрию», которая заключалась в том, что люди, как нашего района Битовского, так, собственно, и всей Николаевской области, я говорю про область, потому что мы это презентовали на областном телевидении, да, и приглашали всех поучаствовать в этой акции, она заключалась в том, чтобы люди, у которых есть музыкальный инструмент, который им не нужен, чтобы они этот инструмент передали в Дом культуры Витовского района. И тем самым ребёнок смог получить возможность обучения на том или ином музыкальном инструменте. Во время этой акции мы получили много предложений, много музыкальных инструментов, ну, как самый традиционный, это фортепиано, их более 10 штук было, и, да, главным условием было единственное – самовывоз, то есть люди бесплатно отдавали, и единственная просьба – пожалуйста, чтобы они попали в хорошие руки. То есть фортепиано – прям это был одушевлённый предмет, который как собачку, кошечку, да, пристраивают. Только чтобы в хорошие руки, чтобы инструментом пользовались люди, и хочу отметить, что достаточно приличные инструменты были. Вот мы их, конечно, пристроили в хорошие руки. Также у нас была скрипка, был гобой, был национальный инструмент лягушка, чей? Марокканский или какой-то вот… Или китайский. Китайский. В общем, какой-то вот такой музыкальный инструмент, это такая лягушечка, и у неё на спине как зубчики такие, а во рту так, как в зубах, вставлена палочка. И вот ты берёшь эту палочку и водишь по гребешочкам, ну, точно квакает лягушка, вообще один в один. И мы, конечно, не знаем, в какой области применить этот инструмент, но как шумовой эффект можно использовать этот инструмент. Да, Сергей Николаевич, что ещё у нас? Что у нас? Я хочу ещё, с одной стороны, сказать о том, что любое успешное функционирование учреждения культуры зависит от кадрового, профессионального потенциала и также от материально-технической базы и финансирования. И вот за те три года, которые мы с Катеринсантом в районе, хочу отметить, что мы нашли очень удачный общий язык, взаимопонимание с Витовской районной государственной администрацией, Витовской районным советом относительно того, что все предложения, которые вносятся отделом культуры относительно финансирования тех или иных учреждений культуры, а у нас в Витовском районе находится 28 домов культуры, это сельские клубы и сами дома культуры, один Витовский районный методический центр, три музыкальные школы, семь филиалов. И вот вся эта огромная плеяда учреждений за последнее время финансируется. Мы также с директорами и с сельскими, с селищными головами участвуем в различных грантовых проектах, мы участвуем в программах, которые инициируют Русал, мы участвуем в программах, которые инициируют Государственный фонд регионального развития, мы участвуем в программах так называемых ПРООН, это Европейского союза. И в рамках этого в некоторых из наших домов культуры перекрываются крыши, утепляются здания, проводятся ремонтные работы относительно отопительной системы, заменяются окнами, потому что мы знаем, что после распада Советского Союза в 90-м, в 91-м году пострадали больше всего непосредственно учреждения культуры, так как школы, детские садики, это обязательное воспитание детей, и там не обрезалось отопление, и они более-менее сохранились. А в домах культуры были в 90-х годах обрезаны все топочные, они перестали отапливаться, и вот мы сейчас очень много делаем от того, чтобы улучшить эту ситуацию. Продолжение следует...